доброго времени суток уважаемые друзья мои подписчики моего канала канарейки в казахстане ассаламу алейкум ва рахматуллахи в баракату баршанзга хурмит удастар но много вопросов у нас в группе тоже как мешанку делать я объяснял даже показывал запись запись есть запись есть я забыл внизу овсяные хлопья ну ничего страшного объясню так вот здесь весь процесс повторять я не стал здесь основное то что я говорил кому интересно посмотрите канарейки видео ранее видео канарейки основной рацион но на первом месте по просмотрам но несмотря на это все равно очень много вопросов по кормлению вчера у нас тоже подписчик в группу вступил нашу я включил его как начинающего не знал он заводчик который продал ему пару канареек не объяснил что помимо зерно смеси нужна и минеральная смесь минеральный корм тубишь и мягкие корма необходимые это все является цепочкой пищевой цепочкой необходимой для хорошего содержания и соответственно помимо подготовки специальной подготовки к размножению к сезону разведения пищевая цепочка это влияет большое имеет большое значение вот здесь в этой мешанке как всегда основная это делается каждый день делаю я повторяюсь я сам все делаю это сам готовлю мешанки здесь морковь измельченная брокколи измельченная но кускус здесь запаренный кускус чуть-чуть осталось и поэтому он здесь есть присутствует его я много не добавляю птица может зажиреть но период выкармливания птенцов я даю сейчас у меня птенцы как вы видели на ранних видео там в одном у сатинетов сатинет красный мозаик 3 птенца поэтому я добавляю но кускус принципе он богат глютеном на оперение влияет хорошо но его надо умеренно давать вот здесь брокколи измельченная значит кускус вот он виден но здесь основное морковь измельченная и брокколи сейчас какая-то птица линяет период выкармливания не выкармливания разницы нету вот кальци люкс кальци люкс такая мерная ложечка добавляем кальци люкс я все пошагово буквально показываю потому что очень много вопросов хоть и говоришь показываешь две ложечки кальци люкс очень недешевый продукт поэтому сегодня я не стал добавлять скорлупу я показываю кальци люкс я вот добавил 3 мерной ложечки завтра добавлю я уже размешиваем еще можно кунжут потому что птенцы кунжут есть известной фирмы кунжут продается везде в принципе можете и так покупать его не обязательно его именно этой фирмой для птиц ну это только конечно для птиц вы найдете это нигер или абиссинский нук у меня его там достаточное количество просто я его сюда насыпаю и это говорится делается для чего чтобы мешанка была достаточно богата то есть содержанием своим содержанием и кормящие родители это вкусняшек должно быть это то есть абиссинский нук кунжут это все такие вкусняшки которые птица любит очень поедает с удовольствием и соответственно меню для кормления птенцов будет очень обширная и исключить ну исключить вероятность того что пара не будет кормить сейчас кормят они птенцов я уже перестал подкармливать два или три дня я по-моему подкармливал это не не каждый час я вижу что уже кормят родители поэтому сейчас вот данный момент я говорю вот я вам покажу это подтверждение моих слов два клюва что называется я поставил положил там яичко отварное четвертинку и что называется вот вы стали свидетелем сейчас мамаша будет кормить но она ляжет кормит вот и в два клюва сейчас тот наберет опять и оба будет кормить это вот самый идеальный вариант чего мы и добиваемся вот эта мешанька тоже этому способствует хорошему кормлению хорошенько размешали сейчас я еще сюда поскольку влажность надо контролировать есть яичные корма готовы разных фирм разных фирм яичный корма порошки но в сухом виде имейте ввиду уважаемые заводчики канароводы начинающие птичники там яичный корм не только канарейкам практически все птицы надо но в сухом виде ни одна птица его не будет есть поэтому вот эта влажность которая нам не нужна многие там советуют я категорически против этого чтобы сок это терять выжимать мы же выжимают умывальник там то есть теряем самое необходимое то что нам необходимо да и каротин в моркови и все витамины вы отжимает эту лишнюю влагу умывальник то есть и оставляют жим их практически поэтому это в корне неправильно я с этим категорически не согласен и делать каждый решает сам конечно я говорю как я делаю на личном опыте овсяные хлопья птица любит есть разные простые овсяные хлопья геркулес да всем известны есть три злака там 5 злаков 6 злаков 7 злаков говорил об этом даже показывал я просто все к сожалению забыл внизу но это сейчас я сделаю сейчас я спущусь перед этим детям крикну чтобы добавили принесли мне хлопья и присыплю хлопьями еще возможно кукурузные это все делается я повторяюсь для того чтобы вы запомнили все делается для того чтобы было обширное очень состав этой мешанки был очень такой привлекательные для поглощения так скажем да и соответственно витаминизированный помимо хлопья я еще присыпаю кукурузной крупой кукурузная крупа тоже берет влагу о чем я говорил то есть сок мы не теряем овсяные хлопья или злаки хлопья одним словом и кукурузная крупа набирает влагу лишнюю забирает мешанка становится сыпучий но в меру влажной и соответственно для поглощения и кукурузная крупа и просто кукурузную крупу сухую птица не будет есть а уже слегка увлажненную соком от брокколи от моркови иногда бывает болгарский перец я добавляю но это варьировать это можно об этом мешанке каждый менять одно и то же основное у меня ежедневно это морковь и брокколи это основное а там что-то добавлять что-то убирать это уже сами регулируете на свой вкус смотрите что ваша птица любит то есть вот эту лишнюю влагу хотя сейчас даже видно что особо много влаги нету но лишнюю влагу заберут хлопья и кукурузная крупа и будет с удовольствием это все поедаться птицей яичный корм который сухой тоже немножко добавляете он набухает он становится воздушным и птица его с превеликим удовольствием будет поедать в составе мешанки здесь еще кстати два вареных яйца я также добавлял в чоппер в измельчитель и здесь присутствует то есть белок и морковь усваивается птицей значит усваиваться лучше птицей когда есть жиры а ну здесь я еще добавил сегодня я добавил грецкий орех это в измельчители тоже добавлял скидывал фотографию группу каждый раз стараешься что-то обновлять но птица морковь не у всех птица птицу надо приучать к своему питанию кормлению что вам удобно что вы считаете что у вас доступно в магазинах на сегодняшний день конечно брокколи навсегда дешевая но не бывает я в огороде в этом году посадил вроде бы растет хорошо даже на это идешь там какую-то часть огорода стараюсь каждый год для птицы засеять чем-то поэтому все это надо делать самому еще раз повторяю чтобы понять птицу недавно мы это обсуждали в группе чтобы понять птицу нужно делать самому не просто любоваться или заниматься самолюбованием вот такой я хороший заводчик какой я прекрасный заводчика кто-то делать за тебя да или ну твои члены семьи которым не особо это по нраву так скажем и потом в конечном итоге приходится искать крайнего что-то кто-то сделал не то не так поэтому заводчики любого животного должны заниматься сами воспитанием содержанием кормлением чтобы понять своего любимца своих питомцев у каждого свой нрав у каждого каждый по-своему конечно мы говорим это образная индивидуальность каждая индивидуальность заводчики со стажем они подтвердят это они знают это каждая птица конечно общее да у них одно но какие-то моменты кормление поведенческие инстинктивные да у них индивидуальные поэтому нужно обращать на это внимание нужно наблюдать только наблюдение личное ваше наблюдение даст вам понимание птицы и я говорил это неоднократно и не устаю об этом повторять конечно и будет соответственно отдача от ваших питомцев спасибо за внимание подписывайтесь на канал кто не подписан подпишитесь это немножко стимулирует нас психологически когда есть рост подписчиков хочется снимать хочется делиться опытом пишите комментарии уважаемые друзья мои всем добра мира здоровья спасибо за внимание